Всем привет! Сегодня я буду готовить гороховый суп с копченостями. Все в России знают, что гороховый суп с копченостями готовится со свиными ребрами. Но как же быть тем, кто не ест мясо? Так вот, для вас, пискорианцы, это я не сматерился, это так называются люди, которые не едят мясо. Для вас, именно для вас, люди, кто не ест мясо, я буду готовить его с копченым сомом, произвольным кусочком я порезал стебель сельдерея. Кубиком режу лук, тоже произвольным, потому что у нас нет принципиального какого-то отличия, мелкий кубик будет или крупный. В общем, как ляжет нож, как пойдет развернется, душа так и режьте. Теперь мы режем еще чеснок, вот такими кружочками тоже мы сильно не паримся. Этот суп брутальный, для кислоты в этом супе обязательно должен быть томат. Как я уже показывал раньше, но еще раз покажу способ снятия шкурки без ошпаривания. Вот таким образом снимаем шкурку, с краешку поддеваем, надавливаем, ведем, ведем, ведем. Раз, у нас остается чешуйка. Сначала, как только разогрелась кастрюлька, мы отправляем туда масло. Кусочек сливочного, немножко оливкового. Оливковое для того, чтобы сливочное не горело. У сливочного низкая температура горения, у оливкового высокое, а так они уравниваются. Мы отправляем сюда жарится сельдерей и лук. Жарим, помешивая. Это необычная техника приготовления супа, чаще всего его варят на бульоне, а мы здесь идем от обратного. Сначала добываем вкус из овощей, потом заливаем водичкой и тушим. Перед тем, чтобы налить воду, нужно вначале хорошенько обжарить овощи, для того, чтобы они дали вкус. Сразу же можно посолить, пока у нас процесс жарки идет, мы уже дадим немного соли. Но учтите, что рыба копченая, ее перед копчением солили, то есть она имеет соль. Поэтому, чтобы не переборщить, лучше досолите позже. Сразу же, пока у нас жарится здесь сельдерей и лук, и издают совершенно чудесный аромат. Можно бросить сюда кусок ребра. Я их филе снимал. Так, слегка обжарили овощи, добавляем сюда горох. Горох колотый, шлифованный. Слегка обжариваем горох. Теперь добавляем томаты и чеснок. Опять же, немного это все помешивая обжариваем и заливаем кипятком. Заливаем горох так, чтобы у нас он свободно плавал и в процессе варки, если вода будет выкипать, вы ее можете всегда добавить и поймать ту консистенцию, которая вам нужна. Кто-то любит густой гороховый суп, кто-то любит жидкий. Я люблю пожиже. Перемешали. И теперь гвоздь нашей программы. Вот тот самый усатый африканский сом. Его выращивает мой друг Алексей. Я вас уверяю, это самый, что ни на есть, фермерский продукт. Он не заныривает просто сюда, в кастрюлю с горохом и овощами. Теперь мы его закрываем, убираем огонь на минимум и оставляем вариться до мягкости гороха. Кто-то любит, чтобы горох полностью разварился. Я люблю, чтобы горох все-таки форму держал, но был мягким. Бомбический. Вы знаете, очень-очень интересно, что запах копчения преобладающий. Суп вот такой в меру густой горох, тут частично разварился, частично нет. То есть вот он получается такой прям настоящий гороховый суп. При всем при этом нет ощущения, что он из рыбы. Удивительно. Итак, конечно же голову мы класть туда не будем, она нам нужна была только для аромата. Наливаем сюда гороховый суп в тарелочку. Голова была от сама холодного копчения, а это филе. Я отрезаю кусочек, снимаю его со шкурки, нарезаю вот таким вот кубиком. У сама нету костей, поэтому это очень удобно. И добавляю в суп. Так как я большой любитель кинзы, я добавляю кинзу. Кто любит петрушку, добавляет петрушку, укроп, что угодно. Попробуйте приготовить этот суп и подать его своим гостям. Не говорите им, что он сделан из рыбы. Реально, они не догадаются. Приятного аппетита!